Белогривая Роксолана – в прошлом актриса конного театра на острове Хортица. Нерадивые хозяева передали её в конный прокат, где животное истощили и хотели сдать на мясокомбинат. От верной гибели животное спасла коневладелец со стажем Ольга Маркеева. Выходила, откормила. Сегодня Роксолана снова вернулась к карьере актрисы, однако уже на киноэкране. Снялась в фильмах «Викинг», «Крещение Руси» и в клипе музыкальной группы. Екатерина Волкова спасала животных не один раз. Сейчас она хозяйка передержки. В её приюте около 40 кошек и собак. В приюте истории о спасении животных не исчесть. Каждую неделю сюда поступают кошки и собаки и каждый со своей трагической историей. Макс попал на передержку три года назад, когда его хотели усыпить хозяева. Однако сегодня он кажется счастлив. Собака Зоси здесь на год меньше. Однако её история не менее печальная. Животное дважды травили и даже расстреливали из пневматического оружия. Сейчас она обрела дом. Здесь её любят. Разве можно пройти мимо сбитой собаки, к примеру. Или выкидывают же люди маленьких котят, слепых, ну разных, больных. В основном-то к нам попадают только больные животные. Здоровым-то попроще. Берём в самом ужасном состоянии, лечим, кормим и находим им дом. Справляться в одиночку тяжело и физически, и финансово признаётся Екатерина Волкова. Принять от горожан она готова любую помощь. Елена Цуренкова – волонтёр. Уже полтора года несколько раз в месяц приезжает в приют, чтобы хоть немного помогать животным. Если есть возможность, то финансово либо едою, плюс подстилками, то есть всяким разным. И гуляю с собаками, потому что у Катюши не всегда есть время как бы их прогулять, а бегать они хотят. Очень люблю животных, с ними очень хорошо. Самой нельзя завести, поэтому приезжаю в приют, потому что здесь можно с ними провести время. Пушистый друг есть и у информационного канала Севастополя. Телевизионная кошка Пепа попала сюда пару лет назад. Сразу все были за то, что у нас появилось своё рабочее домашнее животное. У него как бы много хозяев, потому что коллектив – это более ста человек. Ну и, собственно, она просто наш антистресс. Однажды любимицу телеканала сотрудники спасли от гибели. На повреждённой лапе у кошки начался абсцесс. Однако благодаря участию работников она по сей день остаётся неотъемлемой частью нашего телерадиоколлектива. Пепа, скажи, хорошо тебе живётся в нашей телевизионной семье? Говорят, молчание – знак согласия. Юлия Ефремова, Мария Буйлова, Делевер Меджитов, информационный канал Севастополя.